Последние приготовления в полевом лагере проходят шумно. Под звук бензопилы, молотка и музыки из колонок на концертной площадке, где будет проводиться культурная программа. А пока установка бани, парилки, уборка, чистка и первый ужин – гречка с тушенкой. Здесь у нас место приема пищи, условная столовая. Заканчивается подготовка, уже последние штрихи остались, то есть подмести, помыть. Установили столы, все участники принимают пищу стоя, согласно полевым условиям. В центре лагеря – штаб. Тут в ближайшие пять дней будет кипеть умственная работа. Ставятся боевые задачи, подводятся итоги после каждого испытания. Вход посторонним строго воспрещен. Среди дорогостоящей техники бесценным во все времена остается знамя. Наше знамя – знамя игры «Зарница». По всем законам мы храним его и бережем. Если знамя во время игры, к примеру, украдут или оно будет потеряно, то игра приостанавливается. Так же, как и в воинской части, если знамя потеряно, то часть расформировается. За штабом встроены ряды палаток для участников игры. Юноши и девушки будут жить раздельно. Это, пожалуй, единственное послабление. На испытаниях никаких поблажек. Кстати, в прошлом году в «Зарнице» девушки не участвовали. Ребят разделят на пять рот. Назначат командиров из числа ветеранов военных действий. Один из них – Виталий Кутепов. Служил на Северном Кавказе. Приехал из Краснокаменска, где возглавлял патриотический клуб «Зарница». Поправить нужные русла, настроить их так, чтобы они, еще раз хочу сказать, победили. Каждый из них достоин победы. Ну, как говорится, побеждает сильнейший, а главное – участие. Самым трудным этапом «Зарницы» Виталий считает тактический пинбол. Сомневаются командиры и в том, что все участники держали в руках лазерное оружие. В арсенале аналоги известного во всем мире пулемета и автомата Калашникова – снайперская винтовка. Снайпер имеет привилегии перед остальными игроками. Ему нужен всего один выстрел. Но сложность в том, что если его обнаружат, ему тяжело будет скрыться от противника. Но игроки с автоматами Калашникова и с пулеметами Калашникова с одного выстрела, они 25% здоровья отнимают у противника. Соответственно, для полной нейтрализации противника необходимо 4 точных выстрела. А вот на площадке «Спецназ» участники игры должны будут продемонстрировать выносливость и силу. Здесь собраны элементы всех возможных полос препятствий. Такого микса не было ни на одной игре «Зарница». Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАП-ТВ.